Приветствую вас. Непного сумбурно у вас получилось написать свою проблему, конечно. То есть в том плане, что как-то с одного и другого вы перескакиваете. Не очень понятна аналогия событий, предмет событий и мотивы людей, в том числе и ваши. Надеюсь, смотрите. Помогите понять чувства и мысли, парни. Пишите вы. Я вам, конечно, помогу. Я вам постараюсь помочь. Но и вы тоже ответьте, пожалуйста, на вопрос, а зачем? Вот зачем вам его понимать? Почему вас это мучает, как вы говорите? Почему вас мучает он? Почему вас мучает его мысли? Когда вы уже, по сути, как бы замужем. У вас уже есть мужчина. У вас есть ребенок даже, как я понял. Так почему? Почему вас это волнует? Знаете, что интересно лично для меня? Я хочу понять вас. Я хотел бы понять, почему так. Почему вас волнует тот, кто, по сути дела, уже не тот, что даже не ваш человек, а уже не может, ну так вот, априори, да, не может рассчитывать на что-либо. Потому что вы замужем. Может быть, лучше понимать не его, может быть, лучше понимать себя, лучше постараться себя понять, а не его. Потому что, вне зависимости от того, поймете ли вы его или как-то еще, ну, ситуация прояснится, вы все равно замужем. И вопрос в том, хотите ли вы быть замужем, нравится ли вам мужчина, за которым вы замужем, любите ли вы его или нет. Если вы его не любите, то вне зависимости от того, что вы поймете, нужно вам уходить от мужчины. Ну или, по крайней мере, быть честным с собой, что вы его не любите, что я его не люблю, как бы. Вот. Потому что, в противном случае, вы просто-напросто обречете себя на несчастливую жизнь, а вместе с этим и ребенка. Понимаете, да? То есть, ребенку нужна счастливая мама. Именно счастливая мама нужна ребенку. Не несчастная, не в неврозах. Понимаете? Вот. Это очень важный момент на самом деле. То есть, прежде чем пытаться понять мысли и чувства, как вы говорите, другого человека, прежде чем пытаться понять. Нужно вам понять себя для начала. И вот вы почему-то себя понимать не хотите. Это вот важный вопрос. Общались три года назад. Почти круглые сутки переписывались. Так. Общались три года назад. Сколько общались? Сколько вы знакомы? Один раз нам намекнув, что любит, я испугалась, прекратила общение. Почему вы испугались? Почему вы испугались? Эээ... Почему прекратили отношения? Точно не у нас ушло? Куда ушли? Почему ушли? Чем вы руководствовали своё поведение? С чего вы испугались? Вот что важно. В течение трёх лет я обычно замуж. Было так, что несколько человек ему звонили. Эээ... Кто звонил? Кому? Эээ... А он среди всех позвонил именно мне спросить, что случилось. Вот понимаете? Непонятно. Кто позвонил? Чем позвонил? Кто звонил? Кто звонил? Что случилось? Что случилось? Непонятно. Когда видел, всегда смотрел не отрывая глаз. Где видел? Как видел? Почему я с вами вас видел? Вы не встретились раньше до замужинства вашего? Эээ... Непонятно. Если вы могли встретиться, почему переписывались круглые сутки? Почему не поговорили очно? Знакомый говорил что-то про меня, а после чего она сказала, что я ему нравлюсь. Ну, вероятно, это действительно так. Он его намекнул, что любит. А вы испугались? И вот недавно в соцсети редко... В соцсети редко что... Но написал мне... Другим девочкам не писала. Просто так. А мне написала. Откуда вы знаете, что он не писал другим девочкам? И даже сделал комплимент, что красивая. Ну... Это нормально. Это действительно говорит о том, что... Вы ему симпатичны только при условии. Если он действительно другим девочкам не пишет. Утром удалил почему-то именно это смс с комплиментом. Ну, удалил, потому что... Ведь он же понимает, что вы замужем. Да, он же знает, что вы замужем. И понимает, что, по сути, он этим из моих своими словами разрушает семью, возможно, вашу. А до встречи постоянно говорил, что ребенок моя кот. Я такой же красивый, как мама. Ну, очевидно, что... Вы ему нравитесь. У меня отец с ребенком. С Кузиной фотографировались. Он вышел за нами и смотрел на нас. Ну, да. Это симпатия. Сделал фото моего сына и поставил свой профиль. Когда понимаешь, чтобы напоминать... Напоминать себе о вас. Ну, то есть, если ребенок... А... Копия вас... И он поставил фото ребенка себе в профиль. Значит, он, глядя на него, смотрит на вас. Скажите, пожалуйста, а его мысли... Ну, мысли его... Известны только ему. Мы не телепатия, а телепатия есть. Это однозначно. Помогите разобраться в вопросе, который мучает меня уже четвертый год. А вопрос-то в чем? Всем вопрос. Вы его не задали. Мысли его психологи не знают. Эээ... Потому что мысли человека только его. Чувство симпатии, возможно, любовь. Которую вы почему-то испугались. Тут, понимаете, главное не то, эээ... Что он думает. Эээ... Понимаете? Не то, что он думает, ладно. Только думаете вы. Вы... Я у него справедливо говорил, да? Ээ... Зачем вы вышли замуж, например? Не за того человека. Зачем вы родили ребенка не от того человека? Потому что если вас этот вопрос волнует, то вы, скорее всего, скорее всего, вы к нему тоже неравнодушны. А если вы к нему неравнодушны, то... Соответственно, момент такой, что... При наличии неравнодушия... К человеку... Вы зачем-то... Вы зачем-то... Вы зачем-то... Эээ... Вы все замуж за другого. А вот. Понимаете? То есть вопрос именно в том... Зачем? Понимаете? Вот это, пожалуй, и является ключевой момент. Ну, допустим, смотрите. Ну, допустим, смотрите. Допустим, он... Эээ... Ну, допустим, он... Он испытывает к вам чувства. Да? Вот. Мы вам... Сказали. Что он испытывает к вам чувства. Хорошо. Что дальше? Вот у него есть к вам чувства. А дальше? Что? Что вы будете делать? Понимаете? Поэтому... Я думаю, что вам нужно определиться с первым тем, что хотите вы. И если у вас с вашим мужем, нем, все в порядке. Если у вас есть какие-то проблемы. Допустим. То... Именно от мужа вам нужно в первую очередь уйти. Обязательно. Ну, я уже сказал, что вы не будете с ним счастливы. А потом... Потом... Потом все. После этого... Вот уже после этого вам нужно будет... Эээ... Подумать. Как раз. Что вы будете дальше делать. Обязательно. То есть, либо вы... Будете устраивать отношения... Ну... С этим человеком, о котором вы говорите. Либо вы с другим человеком будете. Либо... Одно. Ладно. Ну... Думаю, что... Однозначно... Однозначно, вот... Эээ... Какое-то время вам нужно быть все-таки именно одной. Эээ... После... Того, как... Эээ... Ну... После того, как... Эээ... Моитесь... То... Вы так и будете бояться. И... Так и будете несчастны. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что... Сам помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы... Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Если оцените его. Желаю вам всего самого доброго. Всего доброго. И удачи.